ребята всем привет с первым снегом у нас выпало немного снега а я хочу прокатиться в лес в одно секретное место называется она поселок лисий нос там есть одна заброшка я хочу зайти в нее и поснимать для вас как это место выглядит посмотрим какая дорога какие условия в лесу разведаем если что-то интересное будет я обязательно это все смонтирую и выложу для вас в интернет поехали я думаю что пока будем ехать по дороге и стоять в пробках я вам расскажу пару историй из прошлого и в целом о том что случилось у меня за последнее время куда ты мужик ну ладно давай как артем обычно начинает важнейшая новость прошедшей неделе вот смотрите эта улица большая пушкарская есть еще малая пушкарская он там справа где скорость из проезжает на детская площадка куда я вожу свою снежку у меня случилось однозначное событие я сдал на категорию а а эта категория которая дает мне право управлять мотоциклом до до этого у меня такого права не было такие дела на самом деле можно недорого и честно без всяких взяток пить или сдать на права я так и сделал на самом деле я порова не покупал я пошел в школу в автошколу отучился на теорию поскольку я уже давно сдавал на машину мне нужно было переучиваться основа такие правила отучить отучиться на теорию потом пройти 5 предметных занятий на площадке вождение и после этого всего идти в гаи спеки инглиш документ учить теорию было не так сложно поскольку большую часть правил я уже знал я вожу машину вот но все равно нужно было пройти программу с площадкой было немного сложнее поскольку там были упражнения которые нужно было знать и запоминать всего их было пять это упражнение на скорость нужно было проехать отрезок какой-то с фишечками на скорость за 35 секунд восьмерка это нужно было прокатиться восьмерку довольно сложно парковка гараж змейка и коридор узкий коридор в котором нужно было проехаться не касаясь тоже фишек прямо ровно из 20 человек в группе у нас примерно 20 человек группе нас сдала человек 8 всего и ребята приходили которые сдавали второй раз кто-то приходил уже сдавать четвертый раз вот не знаю то ли дело в практике то ли в чем-то другом то все в основном валились на площадке теорию у нас не сдал по моему только один или два человека из группы общая стоимость вообще вообще небольшая получается где-то около 9 тысяч за автошколу за то что со мной занимаюсь преподаватель онлайн и порядка 6 тысяч небольшим за площадку за вождение я взял 5 уроков вождения чтобы выучить именно последовательность этих всех заданий которые будут у меня уже при сдаче и того получается что 15 16 тысяч это прям за все и сперва раза я сдал то есть это возможно это возможно и вопрос не в том какая школа а скорее в том как ты готовишься нашел я эту автошколу просто в интернете вконтакте какая-то рекламка была я нажал перешел почитал позвонил узнал и все никакие знакомства ничего такого ребята которые учились со мной в принципе неплохо знали площадку и я смотрел как они ездят на тренировках и думал что принципе ребят хорошо все соображает но по какой-то причине все ужасно нервничали в день сдачи я не знаю у меня отвеслись руки у всех все тряслось и за счет этого не то переключение не те нажатия как бы сцепление газ тормоз все это короче в сумме у ребят срабатывало плохо и они то глохли то не могли нормально тронуться то плохо право и проходили повороты вот я замечал то просто забывали какие фишки нужно где проходить это было самое забавное чтобы просто вот не с той стороны бежал фишки видно сейчас перед вами как приморском районе развернули флаги их обычно разворачивают выходные дни праздники это огромный флаг россии огромный флаг советского союза и огромный флаг царской россии он там они просто гигантские то есть решил заехать туда на построить развязку и и и и Добрались мы до Лисева Носа. Такой вот поселочек в лесу, очень дорогие дома здесь и вообще земля дорогая. Есть общественная баня кстати. Когда-то я сюда просто на обум приехал, посмотрел по карте, что есть какая-то дорога, она сюда идет и я приехал, пошел в лес и нашел там прикольное местечко. Вот, сейчас мы попробуем туда на машине проехать. Да, вот так едешь, смотришь, вроде кажется такая зимняя ровная дорога, на самом деле она вся в ухабах и машину сильно качает на этих ямах. Доехали до небольшой парковочки, так понимаю это территория бывшей военной части или типа того. Вот такая вот закрытая территория, никто сюда вроде не ходит, но мы сами сейчас пойдем вон туда, в лес. Идем дальше, скоро появится наше здание. Здесь видны какие-то отголоски прошлых эпох, не знаю, столбы, фундаменты, маленькие домики, вот. Но все совершенно разрушено и нехожено. Сделаю, блядь к чему, фундаменты, маленькие таблетки, Хуааа, блядь к чему-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да... Сказать, что мне немного страшновато, это ничего не сказать... Тут все обрисовано граффити... Пестница на второй этаж... Какое-то помещение... Оно закрыто... И там есть звонок... Там наверное кто-то живет... Продолжение следует... Вот какие-то штуки, по которым можно залезть наверх... Но там ничего нет... Воу-воу-воу... А здесь что? Напоминает старые казармы... Кирпич... Еще одна комната... Подвал... Под зданием есть подвал... Круто... И скорее всего... Туда можно залезть... Да... Здание неплохо сохранилось... Наверняка второй этаж... Наверняка второй этаж тоже прикольно смотрится... Вот что-то красное... Как будто кровь... Видите? Показалось... Показалось? Пролет на второй этаж разрушен... Ладно, друзья... Ставим тут все как есть... И пойдем обратно уже... Все... Пока-пока... Большой дом... Мы пошли... Вернулся я обратно к машине... Конечно, место жутковатое... На улице уже темно... Вот... И ходить там... Страшно... Просто страшно... Возможно, безопасно... Я не знаю, есть ли там кто-то... Но... Место жуткое... Заходить в него... Страшно... И... Как-то... Ощущение... Как будто ты в фильме находишься... Каком-то... Сайден Хилл... Ну... Нужно думать о хорошем... В принципе... Это опыт... Каким бы он ни был... Мне понравилось... Друзья... На этом... Наверное, все... Пока... Вот... Спасибо, что были со мной... Необычная поездка... Согласен... Ну... Что есть, то есть... Вот... Надеюсь, вам понравилось... Подписывайтесь... Конечно... Людно к нем... Но вот вечером... Тут по-своему... Специфично... Вот так вот... Кстати, вон там лахту видно...